Быть первой всегда очень почетно, но и ответственно. Эленор Фарджу была первой среди писателей, получивших международную премию имени Ханса Кристиана Андерсона. Эту премию получают писатели за лучшую детскую книгу для детей. Когда Эленор выручали золотую медаль с профилем великого сказочника, ей исполнилось 75 лет. И она была очень любима и почитаема среди детей, читающих на английском языке. Ну а в 1955 году вышел ее сборник «Маленькая библиотечка», за который в 1956 году она первой получила международную премию имени Ханса Кристиана Андерсона. Я представляю вам книгу Эленор Фарджун «Корзинка старой нянюшки». В эту книгу включен сборник «Маленькая библиотечка». Название этого сборника пришло из детства Эленор, когда она росла, в доме своих родителей было очень много книг. Сегодня, вашему вниманию, я представлю сказочную историю под названием «Королевская дочка просит луну с неба». Как-то вечером королевская дочка выглянула в окно и увидела луну. Ей захотелось луну с неба. Она протянула руки, но не достала. Тогда она забралась на чердак, встала на стул, подняла слуховое окошко и вылезла на крышу дворца. Но из крыши до луны было не достать. Тогда она вскарабкалась на приступочку у самой высокой трубы и, обхватив ее одной рукой, потянулась другой к луне. Но все равно дотянуться не смогла. Тут она заплакала. Летела мимо летучая мышь, остановилась и спросила. «Королевская дочка, что ты плачешь?» «Хочу луну с неба, а дотянуться не могу». «И я не могу», вздохнула летучая мышь. «А если бы дотянулась, все равно снять ее с неба не смогла бы, зеленых не хватит. Но я скажу о твоем желании ночи. Может, она снимет для тебя луну с неба?» Летучая мышь улетела. А королевская дочка осталась стоять, охватив трубу руками и глядеть в тоске на луну. Когда же настало утро, и луна померкла в его свете, в гнезде под крышей проснулась ласточка и тоже спросила. «Королевская дочка, что ты плачешь?» «Хочу луну с неба», ответила та. «А я-то больше люблю солнце», заметила ласточка. «Но мне тебя жаль. Я полечу и попрошу день. Может, он тебе поможет». И ласточка улетела. Меж тем во дворце царило большое волнение. Ибо нянюшка пришла утром будить королевскую дочку и увидела, что постель пуста. Она кинулась к королю, забарабанила в дверь его опочивальни и закричала. «Проснитесь! Проснитесь! Вашу дочь украли!» Король вскочил с постели, отчего ночной колпак у него сбился на бок и крикнул в замочную скважину. «Кто украл?» «Мальчишка, что здесь не серебро!» – отвечала нянюшка. «На днях я блюдце недосчиталась. А кто блюдце крадет, тот и на принцессу позарится. Спросите у меня. Я-то к вам отвечу. Это он!» «Вот я тебя и спросил!» – сказал король. «Вели посадить мальчишку в тюрьму!» Нянюшка со всех ног бросилась к казарму и велела полковнику, который был у них за генерала, арестовать мальчишку, что чистит серебро, за то, что тот украл королевскую дочку. Полковник пристегнул шпагу и шпоры, медали и палеты и отпустил солдат на неделю домой попрощаться с родимой матушкой. «Мальчишку мы схватим первого апреля!» – объявил полковник и заперся в своем кабинете обдумывать план операции. А нянюшка вернулась во дворец и доложила королю о принятых мерах. И король довольно потер руки. «По делам мальчишки!» – сбросил он. «Только смотри, не проговорись ему до срока!» «А теперь попробуем отыскать принцессу!» И король послал за своим главным сыщиком и рассказал ему, что случилось. Главный сыщик сделал умное лицо и сказал. «Прежде всего надо найти следы и улики и снять отпечатки пальцев». «У кого?» – спросил король. «У всех!» – ответил главный сыщик. «И у меня?» – спросил король. «Конечно! Ведь ваше величество – первое лицо государства!» «И потому, разумеется, мы начнем с вашего величества!» – воскликнул главный сыщик. Король обрадовался и протянул главному сыщику большие пальцы. Но прежде, чем снимать отпечатки, главный сыщик послал за всеми своими сыщиками и велел им искать по городу следы пропавшей принцессы. «Только смотрите, переоденьтесь, чтобы вас не узнали!» – распорядился он. Второй сыщик почесал подбородок и сказал. «Прошу прощения, шеф, но только прошлую весеннюю уборку я обнаружил в костюмах для маскировки моль и продал их старой девушеку. Тогда закажи поскорее новому форталу, что шьет нам костюмы для маскировки!» – отвечал главный сыщик. «Да скажи ему, что подорапливался!» «Разрешите нам самим выбрать себе костюмы?» – спросил второй сыщик. «Выбирайте, какие хотите! Только что все были, а они разные!» – разрешил главный сыщик. И сыщики, которых было числом ровно тысяча, отправились по домам придумывать, в кого бы им переодеться, чтобы их не узнали и чтобы все костюмы к тому же были разные. Много было между ними споров, потому что трое хотели переодеться во взломщиков, а пятеро – в плюшевых медвежат. Главный же сыщик Миш тем приготовил миску черной краски, и король уже обмакнул у нее большие пальцы, как вдруг явилась кухарка и сказала, что уходит с места. «Почему?» – спросил король. «Да потому что, как мне бьет, не могу плиту раздобить!» – отвечает кухарка. «А если плита не горит, зачем мне оставаться?» «Почему же она не горит?» – спросил король. «Вода в дымоходе!» – отвечала кухарка. «Все капает, да капает! А я подтирай, да подтирай, и все без толку, только еще сильнее рвет!» «А без огня? Как же готовить?» – потому и ухожу. «Когда?» – спросил король. «Сейчас!» – ответила кухарка. «Только сначала оставь отпечатки пальцев!» – пилел король. «А это больно?» – спросила кухарка. «Не чуточку!» – успокоил ее король. «Это даже весело!» Кухарка оставила отпечатки пальцев и ушла укладывать свои сундуки. Как только весь о том, что королевская кухарка уходит, разнеслась по королевству, все кухарки, как одна, объявили, что уходят. Королевский дом был для всех пример. И для герцога, и для графа, и для барона, и для мэра, и для мистера, и миссис Джон Дженкисон. И вот, что из этого вышло. Впрочем, вышло всего так много, что в одной главе не перескажешь. Хотите знать, что было дальше? Читайте следующую главу.